Когда в сосуд налита жидкость, то при этом молекулы жидкости, находящиеся возле стенок сосуда, взаимодействуют не только с другими молекулами жидкости, но и с молекулами твердого вещества, из которого сделаны стенки сосуда. Если силы взаимодействия между молекулами жидкости и молекулами твердого вещества, из которого стоят стенки сосуда, больше, чем силы взаимодействия между молекулами самой жидкости, то жидкость поднимается вверху стенок сосуда, образуя так называемый вогнутый мениск. Если же силы взаимодействия между молекулами жидкости больше, чем силы взаимодействия между молекулами жидкости и молекулами твердого вещества, из которого сделаны стенки сосуда, то жидкость у стенок сосуда опускается, образуя так называемый выпуклый мениск. В первом случае говорят, что жидкость смачивает стенки сосуда, во втором не смачивает. Для того, чтобы проиллюстрировать сказанное, мы сделали из оргстекла клин, клинообразный сосуд, который становится все тоньше к своему правому краю. В левом конце клина ширина его довольно велика, а чем правее мы перемещаемся вдоль клина, уходим вдоль клина, тем толщина клина, ширина клина все меньше. И вот мы в этот клин из оргстекла налили две жидкости, внизу налита ртуть, а поверх ртути налит спирт, слегка подкрашенный. И вы видите, что ртуть в правой части клина, где он тонкий, образовала выпуклый мениск. Она изогнулась вниз, она, ртуть не смачивает оргстекло. В то же время спирт в этой же области поднялся вверх, образовав вогнутый мениск. Спирт смачивает оргстекло. Вы наблюдаете в одном и том же сосуде две жидкости, из которых одна смачивает, а другая не смачивает стенки сосуда.